снова здравствуйте с вами еда на любой вкус многие из вас спрашивали можно ли испечь лепешки с карманом в духовке конечно можно сегодня расскажу о тонкостях приготовления таких лепешек и у вас тоже все получится также приготовим легкий соус и начинку кстати если не видели рецепт базломы на сковороде то ссылка будет для вас в описании давайте начнем 12 грамм сухих дрожжей немного муки из общего количества чайную ложку сахара размешиваем добавляем 300 грамм теплой воды подогретой до 36 40 градусов максимально смешиваем оставляем буквально на 5 минут затем добавляем чайную ложку соли без горки снова перемешиваем вливаем 300 грамм кефира комнатной температуры если достаточно холодный то можно слегка подогреть размешаем и постепенно добавляем муку замешивая тесто количество муки может отличаться мне понадобилось 900 грамм но все зависит от самой муки и консистенции кефира она будет очень липким и долго его вымешивать не нужно вот такое в итоге пристает к рукам и слегка растекается самом конце добавим пару ложек растительного масла вмешаем в тесто кладем в миску накрываем даем постоять в тепле 30 минут за это время приготовим начинку куриную грудку разрезаем вдоль филе солим перчим присыпаем любимыми специями оставим на 20-30 минут чтобы мясо пропиталось свежую капусту мелко шинкуем солим и мнем руками до мягкости и сока также свежие огурчики нарезаем половинками а помидоры кубиками все овощи можно сразу смешать но я оставляю их по отдельности для приготовления соуса понадобится не сладкий йогурт или кефир не кислый можно использовать сметану в смеси с майонезом немного горчицы чеснока все по вкусу и для свежести натираем свежий огурец соль и перец по вкусу перемешиваем соус и даем настояться курицу можно пожарить на сковороде или в духовке запечь используем этот раз гриль китфорд очень интересная и удобная вещь не занимает много места можно жарить и мясо и рыбу и овощи что угодно даже лепешки поджарить гриль раскладывается и таким образом можно готовить сразу на двух панелях кстати они съемные удобно мыть смазываю поверхность немного маслом кладу грудку и за 7 минут она будет готова знаю что будете спрашивать про гриль поэтому ссылка на полное описание характеристик и цена будет в описании под видео сочная аппетитная и такая ароматная нарезаем ее кубиками тем временем тесто подошло дольше чем 30 минут лучше не держите иначе она может просто перекиснуть в тепле обминаем и делим на 20 частей используя для разделки муку так как тесто липнет каждый кусочек скатываем в шарик что обеспечит хорошую раскатку с ровным краем каждый шарик вышел по 80 грамм накрываем тесто оставляем на пять минут и затем только начинаем раскатывать также подсыпая немного муки готовые лепешки толщиной около 3 миллиметров прикрываем и также даем отдохнуть пару минут духовку разогреваем на максимум у меня это 250 градусов вместе с противнем затем его горячей достаем застилаем пергаментом или просто присыпаем мукой раскладываем быстрой лепешки и назад в духовку в течение трех минут лепешки надуются оставим их еще на 3-4 минуты чтобы хорошо пропеклись духовка у меня газовая нагрев снизу поэтому они подрумянились только внизу таким образом испечем остальные и уже перед подачей начиняем лепешки срезаем у края смазываем внутри соусом кладем капусту затем мясо нарезанное кубиками поверх еще немного соуса помидоры огурцы украшаем всю зеленью получается очень вкусно начинку можно выбирать по вкусу не забывайте ставить нравится оставлять комментарий это лучшая благодарность от вас готовьте с удовольствием на этом сегодня все пока